Мы переходим к следующему нашему гостю, он уже у нас в студии, Игорь Агибалов, советник главы Луганской облгосадминистрации по вопросам децентрализации. Здравствуйте. Добрый день. На каком этапе сейчас это создание, это внедрение? Давайте, наверное, начнем с того, что объединенные территориальные громады должны взять себе на баланс эти школы. Вот именно это сейчас первоочередная задача. И буквально на прошлой неделе мы общались с заместителем губернатора Лишек на эту тему. И принято пока такое предварительное решение, что, наверное, необходимо создать комиссию по передаче для того, чтобы провести инвентаризацию и эти школы передать от районных советов объединенным территориальным громадам, ну скажем так, без подводных камней. Потому что мы знаем, что во многих случаях встречаются и случаи неоформленной земли и наличие какого-то имущества, которое было когда-то в 1913 году и давно пропало, но тем не менее стоит на балансе. Вот это сейчас первоочередная задача. Вопрос в том, чтобы, самое главное здесь концептуально, для того, чтобы реформа децентрализации и шла синхронно с реформой здравоохранения и образования. Не все министерства сразу, скажем так, подобрали свои программы реформирования под закон, который был принят в прошлом году. Поэтому первое это передать школы, второе это уже объединенные территориальные громады определить, а сколько же им хватит ресурсов для содержания этих школ. И в некоторых случаях мы сталкиваемся с тем, что депутаты объединенных территориальных громад и главы говорят, что давайте мы сначала посчитаем, может и не надо не делать никакую оптимизацию, потому что образовательная субвенция на содержание школ для таких громад дается с коэффициентом 1,2, то есть плюс 20% это все-таки дополнительные деньги, которые можно использовать и на содержание и на реконструкцию. Сейчас в первую очередь мы, наверное, будем работать по Новобсковскому району, потому что мы уже говорили в прошлой передаче, есть очень позитивный опыт решения вопроса с детскими садами, когда громада действительно в течение этого года полностью закрыла вопрос по ремонту и приведению в порядок всех детских садов на территории громада. Это 4 детских сада и 5 зданий. И уже преподаватели в телефонных звонках задают вопросы, когда же нас передадут в собственность объединенной громады, чтобы мы увидели, что действительно там идут хорошие позитивные сдвиги. Вторая составляющая здесь найти компромисс с теми населенными пунктами объединенных территориальных громад, которые находятся на периферии, они в центре громады. Один из таких провокационных и волнующих вопросов при нашей работе, вот поездках по громадам, которые действуют и которые находятся в стадии формирования. А что же будет с теми школами, которые находятся там в поселке Петровка, Ивановка и не получится ли так, что снова центр заберет все деньги. Поэтому здесь внимание первоочередное будет надо уделить именно этим отдаленным населенным пунктам. И еще раз мы говорим о том, что формирование системы опорных школ и образовательных округов являет собой не закрытие и оптимизацию школ, а рациональное перераспределение системы образования, где в опорной школе должен быть сконцентрированный весь, скажем так, передовой потенциал. Те школы, которые не заполнены, наверное, логично было бы сделать там первые и четвертые классы, каким-то образом еще. И вот почему-то всегда при разговорах, когда мне задают этот вопрос, я начинаю вспоминать и говорю, а вы совсем забыли о внешкольном образовании, вы, наверное, помните, а может быть нет, станции юных техников, юных натуралистов. То есть там внешкольная работа, которой были охвачены дети ранее, которые сейчас практически отсутствуют. Вот именно эти звенья могут дополнить те малокомплектные школы, которые находятся на периферии. Я думаю, это очень хорошая альтернатива. Сейчас, если говорить про школы на периферии, так и в отдаленных, можно понять в некоторой мере их побоевания, потому что сейчас все говорят именно про опорные школы, про новое классы в опорных школах, про ремонт именно в опорных школах. И деньги добавляются именно на опорные школы. Может быть, есть такой страх перед реформой, но опорная школа – это юридическое лицо, которое в себя включает центр и филиалы. Нормативная база говорит о том, что финансирование будет идти на вот эту систему, на юридическое лицо. А куда на самом деле потратит громада деньги? Либо на центр, либо на малокомплектное, на их дооснащение. Это уже вопрос депутатского корпуса, который должен обсудить все плюсы и минусы и определить первоочередные шаги. Это не говорит о том, что все деньги будут по данной субвенции вложены именно в эту базовую опорную школу. Поэтому, я думаю, это еще один из мифов и способов для манипуляции. В любом случае, законодательная база выписана таким образом, чтобы стимулировать тех, кто идет. А уже перераспределение внутри юридического лица – это дело депутатов, соответствующая его совета. А если говорить так же про новую территориальную громаду, которая будет создана 18 грудня, будут выборы. Это три всего всего селищных, если не помиляюсь, сельских, три сельских ради. А там, как справа с всеми социальными объектами, с этими школами? Адже, майже все, что ранее давал район, сейчас каждая громада должна давать сама. Ну, я вам так скажу. Мы были в Старобельском районе, на территории которого образовалась эта громада, буквально позавчера. Почему-то там больше страх перед тем, а что же будет район делать без этой громады. Потому как, ну вот такой вот парадокс. Мы встречались с депутатами, более двух с половиной часов общались на эту тему. И как раз речь больше шла о том, как же будет проходить инвентаризация объектов социальной сферы. Я думаю, первоочередная задача для этой громады сейчас, в условиях, когда пройдут выборы 18 декабря, а посчитают голоса, дай бог, хотя бы за три дня и не будет никаких судов, для них самое главное, хотя бы до 31 числа до без 15-12 ночи открыть первую сессию. Ну, так можно воспринимать это как и шутку, но здесь только доля шутки. На самом деле, перед ними сейчас стоит задача очень быстро мобилизоваться и создать рабочие органы новой громады. Сформировать депутатские комиссии, сформировать исполнительный аппарат. Как только они откроют эту сессию, в любом случае она не должна быть закрыта. И сразу после Нового года им нужно будет приступать к формированию бюджета. А так как нас настроили в Минрегион Буди, совещание было буквально три недели назад с первым замом министра негодой. То есть там установка на то, что, ребята, пожалуйста, ваша первоочередная задача помочь вновь созданной громаде в первую очередь сформировать бюджет. Они сейчас даже не подозревают, какая сумма будет в их распоряжении и действительно, сколько им удастся выделить на образование, здравоохранение и все остальные социальные услуги. Они смогут ответить только после того, как сформируют бюджет. Поэтому здесь, конечно, такой есть определенный цвет нот. Ну, я понимаю, в этом есть, наверное, какое-то принципиальное, может быть, и политическое решение, чтобы все-таки провести выборы в конце года. А вот что до выборов. Мы разговаривали с главой Старобирьевской районной администрации. И он сказал, что уже есть 5 кандидатов на главу этой территориальной громады, но это местные люди. А вот если говорить про депутатские места, которые есть, то там зарегистрировались люди из Рубежного, Лисичанского. Мы тоже рассматривали эту ситуацию позавчера на встрече с главой администрации. Действительно, мы немножко шокированы, что в очень маленькую, правильно вы заметили, громаду, всего лишь из трех сельсоветов, по три кандидата на одно депутатское место и пять кандидатов на постголовок. Ну, во-первых, это еще раз подчеркивает неподдельный интерес к новым образованиям от политических партий, так как они видят здесь самореализацию, реализацию своих амбиций. И, наверное, именно вот эта активная роль партии сыграла то, что, ну, вы же, наверное, помните, когда в народные депутаты по нашему округу было там, по-моему, 104 кандидата, да, и 90% из них даже не представляли, где это находится и ни разу сюда не приезжали. Мне кажется, мы сейчас столкнемся где-то с такой же ситуацией, когда вот есть электоральное поле, можно поработать и такой вот клич, а давайте все поучаствуем в этих выборах. А как вы гадаете, это цикависть? Чи это люди какие-то особисти, какие-то переследуют интересы, возможно, подзаработать где-то, используя эту возможность? Что это такое? Ну, я буду надеяться, я хотел бы надеяться, что это действительно люди, которые хотят поработать. Но, естественно, определенная часть просто интересуется возможностью поучаствовать в выборах. На самом деле, мы смотрели, очень хорошо, что хотя бы на голову этой объединенной территориальной громады все пять кандидатов местных. И, ну, наверное, самое важное в свете того, что я сказал ранее, чтобы не было никаких судов, чтобы они хотя бы смогли почитать результаты голосования и все-таки до Нового года открыть первую сессию. Игорь, а если вот говорить о объединении маленьких сел, вы вот говорили о том, что нужно быстро скооперироваться и создать просто инфраструктурные основные позиции. Есть мнение, что это сделать довольно сложно, и это не так уж и выгодно, как вот вы говорите. У нас сейчас на прямой телефонной связи находится Сергей Татарко, Победовский сельской голова. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Вы в нашей студии говорили, что децентрализация в вашем селе и тех селах, с которыми вы можете объединиться, не приведет ни к чему хорошему. Могли бы вы вот сейчас прокомментировать это, рассказать поподробнее? Да, я с удовольствием прокомментирую. Ну, первое, нам не предоставил никто экономическое обоснование. И принималось год назад, я остался предыдущим создателем депутатского корпуса и предыдущим головой. Здесь все в один день, поспешно, в приказном практически порядке, приняли, взяли за основу то, что о децентрализации и вхождении в объединенную территориальную громаду на Вайдара. Второе, не произошла, должна произойти финансовая децентрализация, на мой взгляд, для начала. Для чего? Финансовая децентрализация, для того, чтобы поднять инфраструктуру села, это клуб, дороги, водоснабжение, то, что у нас по нашему селу, основное освещение, чтобы появились рабочие места, возвращались люди, у нас очень много пустых домов брошенных. И всего сейчас 300 жителей проживает, из 480 зарегистрированных. Всего находится 12 километров от Нового Аждара до центра 15 километров. Неудобства будут в том, что транспорта у нас нет, у кого нет автотранспорта, будут добираться своим ходом. Тогда будут справки и так далее. Не ясно, чем будут заниматься, стараться, какие полномочия в селе, после выбора объединенной громады. Нет понимания. Нет понимания распределения бюджетных денежных средств объединенной громады. Какая формула, по какой формулу будут распределять, по количеству жителей или по какому соотношению. У нас 300 жителей. Ясно, что наше село никому не нужно. Пане Сергею, дякую. Залишайтеся пока что на связку. Хочем и в ответ почути, перш за все, про экономичное оборудование. Оскільки я помню, цей план, который есть на Луганской области, он как-то и был оборудованный. Действительно, это было так. Если мы сейчас будем вступать в полемику, наверное, нам не хватит и часа эфирного времени. Скажу только три основных комментария. Первое. Новоайдарская объединенная территориальная громада перспективная была просчитана на момент прошлого года. И экономическое обоснование по ней было сделано. Но сейчас, наверное, не об этом стоит говорить. Объединение произошло в прошлом году. Согласно закону о добровольном объединении территориальных громад, закону Украины, объединение считается произведенным после принятия всеми сельскими поселковыми советами решения об объединении. В данный момент мы имеем ситуацию достаточно такую казусную, когда громаду просто-напросто из-за определенных переживаний по поводу возможности или невозможности проведения выборов вблизи линии разраничения, просто-напросто она была подвешена в течение года. И вот то, что сейчас задает вопрос уважаемый поселок сельский голова, есть наличием просто-напросто центробежных сил внутри громады. За объединение проголосовали люди, а не совет. И при всем уважении к депутатам, к ранее работавшим, к новым избранным, за объединение голосовали на общественных слушаниях. Поэтому, ну, по большому счету, можно это вообще не рассматривать. Но если есть такой вопрос, тем не менее, я отвечаю. Первое. Финансовое обоснование делалось, и паспорт этой громады есть, он есть. А он надавался? Естественно, мы сейчас имеем дело с уже вновь избранными депутатами и вновь избранным головой. Ну, я думаю, что должна быть определенная хотя бы последовательность в действиях предыдущего и нового состава. Во-вторых... А вы раз в том, что у пана Сергея не имеет этого экономического контракта? Если его нет, никто не мешает его взять в организационном отделе, в управлении экономики. У нас в этом можно взять, вопросов нет. Это все делается в течение часа, пожалуйста, по электронной почте все это пересылается. Ну, и во-вторых, давайте об утверждении том, давайте сначала построим дороги и водопроводы, сделаем счастье, а потом проведем объединение. Ну, это бесконечный спор по поводу того, что первично курица или яйцо. Вообще-то, концепция децентрализации и формирования объединенных террограммад и есть способом достижения улучшений в инфраструктуре и в социальном обеспечении населения. А с приводу функций староста распределения коштей, все по-есть центру все... Ну, вот не хочется уже в очередной раз говорить, я ж уже объяснял и уважаемому голове о том, что в законе местного самоуправления введено понятие староста и введены его полномочия. И четко сказано о том, что примерный перечень полномочий есть в законе. Более подробно, если это хочет, это может сделать депутатский корпус объединенной территориальной громады. И мы уже видели это несколько раз, мы говорили об этом, что в Белокуракинской объединенной громаде старостам делегировали функции по выдаче справок для населения и никакой проблемы здесь нет. Плюс есть 159 территориальных громад работающих по Украине, ни один еще не вошел в коллапс по поводу полномочий староста. Пожалуйста, смотрите, была великолепная инициатива губернатора Гарбуза Юрия Григорьевича о том, что пожалуйста, давайте ехать, смотреть, изучать. Этот пример уже есть. Мы не первооткрыватели. Дякую. Я хочу звонить до пана Сергея. Вы нас чули. Ну, почти на все мы ответили. Обгрунтование есть, просто прийдите его, возьмите. Про функции старост также говорили, про распределение так. Вы почули, какая ваша точка зору? Секунды. Никакого обгрунтования нет. Это все разговоры. Сколько я его не добивался, мне только говорили, что он е, но его нет. Именно по нашему севу. Вот эти хорошие сказки, красиво, что поются, это мы уже слышали неоднократно. Мы сделали 800 тысяч в нашем годовом. Мы сделали ремонт 100 километров, сделали водопровод, частично, основное. Виняем трубы сейчас заканчиваем. И делаем освещение. До Нового года у нас будет всего освещено. Без какой-либо децентрализации и так далее. И нам сейчас буквально режут по-живому. С этими, так называемыми, объединёнными громадами. И насчёт общественного слушания, людей практически никого не было. Всё это эффективно сделали. Вот и все общественные слушания. Люди сейчас обращаются к нам, говорят, мы не знали вообще, что входим в громаду. Вот это все общественные слушания. Вот такой мой ответ. Дякую за ответ. На жаль, уже час у нас дуже мало эфирного. Дякую, что долучилися. Я напоминаю, что мы говорили за Сергеем Татарко, Победівским сельским головою. Есть вам что добавить, прокомментировать? Ну, я же говорил, мы можем вести полемику очень долго. Ну, единственное, я ещё раз хочу сказать, что по селу, естественно, по селу формирование премьерного бюджета никто не делал. Его делали по планируемой объединённой территориальной громаде. Если не говорить в полемику, так не вдаваться. Есть ситуация, есть проблема. Я думаю, что это не единственное село в Луганской области, где такая думка, или приблизительно такая думка есть у головы. А как это можно сменить? Чи можно это сменить? Вы сказали, что уже разговаривали с ним, уже была разговаривала. В любом случае надо менять мнение. Нужно только максимально просветительской работой. Сегодня мы начали поднимать все документы, которые были в прошлом году сформированы по данной громаде. В Старобельск мы ездили, как уже говорил позавчера, и мы думали, что уже все вопросы рассмотрели, и тем не менее 2,5 часа безумолку обсуждали те или иные проблемы. Поэтому ещё раз просветительская работа. Как можно больше, и мы готовы ездить, вплоть до несколько раз с депутатским корпусом, обговаривать те или иные вопросы. И обл. администрация сейчас идёт достаточно в хорошей связке по этому вопросу. И можно приглашать тех же специалистов по финансам, по образованию, по здравоохранению. Сегодня ко мне обратился начальник управления культуры, и там просто уже есть новые идеи, о которых я даже не знал. То есть они готовы общаться с всеми населёнными пунктами. Пане Игорье, на жаль, децентрализация – это действительно тема, которую можно говорить, как говорится, годинами, но, на жаль, час нашего эфира обмежен, и он уже закончился. Спасибо, что сегодня было в нашей студии. Спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что мы общались с Игорем Агибаловым, советником главы Луганской областной обладміністрации по вопросам децентрализации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова